Маленький клочок суши среди бесконечных васюганских болот это месторождение оленья. Сегодня оленья, три действующих скважины и вахта промысловиков, всего несколько человек. Только вертолетом можно сюда долететь. Миллионы тонн ценнейшего сырья и топлива в конце пятилетки будет давать народному хозяйству страны оленья и соседние месторождения. Сегодня главные силы первопроходцев на васюгане. Нужно истинное мастерство, чтобы проводить к этим берегам по узкой и извилистой речке двухтысячетонные баржи. Здесь перевалочная база. Сотни тысяч тонн очень нужных промысловикам грузов доставляются сюда. Всей мощью самой современной и выносливой техники ведут штурм васюгания томские нефтяники. Лишь один неосторожный маневр и машина может оказаться в плену у вязких болотных топий. Первыми через болото идут бойцы студенческого строительного отряда «Нефтяник» Томского института автоматизированных систем управления. А вслед за ними пробивается мощный механизированный отряд бывалого первопроходца нефтяных месторождений Сибири Петра Емельяновича Нестерова. А вот здесь, в Пионерном, на отвоеванные у болот Тверди уже заложили вахтовый поселок, центр освоения васюганских месторождений. Рекордно короткий срок построен нефтепровод Васюган-Раскина. Люди, работающие на этой стройке, поистине совершают героический подвиг. В невероятно трудных условиях знаменитых васюганских болот, в таких условиях нам еще не приходилось работать, уже первая промышленная нефть соленья месторождения поступила в нефтепровод. С полным освоением этой группы нефтяных месторождений добыча нефти в области увеличится почти в два раза. Продолжение следует...